Все это были разговоры, прекраснейшие и благороднейшие, но каждому становилось ясно, что соглашение с правительством не миновать. И поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами «перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт?» Собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно «Дожились». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло. И очередной номер был сверстан заголовком «Отечество в опасности к оружию». Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух? И почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно кололо глаза правительству и совести лоббывателей, оказалась карточным домиком. Уж кажется, выдумали книгопечатание и электричество, и даже ради. А настал час, и под накрахмаленной рубашкой объявился все тот же звероподобный волосатый человечище с дубиной. Нет, этой редакции усвоить было трудно и признать слишком горько. Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать кюба. Молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее обследование настроений самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче запустил по Невскому в главный штаб. Заведующий отделом печати, полковник генерального штаба Сунцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдову и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, багрового, с львиным лицом генерала, бича свободной прессы. Но перед ним сидел изящный, воспитанный человек. И не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках. Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы, сказал Арнольдов, покосившись на темный во весь рост портрет императора Николая Первого, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая сказать ему, петь же очишка короткий, башмачки желтые, нос в поту, вид гнусный, боишься, сукин сын. Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине. Но редакцию интересует главным образом некоторый частный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова